Друзья, привет! Есть проблема с бойлером термэкс. При включении выбивается узошка. А это значит, скорее всего, тены вышли из строя. Купил новые тены, вот такие вот термоватт на 1300 и 700 ватт. В комплекте уже идут установленные аноды. Сейчас будем менять, покажу как это делается. Для начала закрутим входной кран. Спустим в горячую воду, чтобы не было давления. Также на бойлере есть такая вот гайка с заглушкой, чтобы слить остаток воды. Необходимо что-то подставить, потому что будет сильно брызгать. Или же накрутить на нее силиконовую шланг. Также, если у вас есть такой предохранительный клапан, можно его открыть. И еще максимально, сколько возможно, сольется вода с бойлера. И вот, что потихонечку уже сливается с нашего бойлера. Процедура долгая, поэтому выключусь. Можно поснимать шланги и ускорить процесс. Выкрутил предохранительный клапан. Он же выступает, как и обратный клапан. И слилось еще немножко с этой стороны бойлера. Когда полностью слили воду с бойлера, его можно снимать. Потому что необходимо выкрутить два самореза. Один здесь, другой здесь. И снизу под наклейкой. Как говорил, здесь саморез. С этой стороны и по центру выкручиваем. И можно снимать. Приклеены. Вот эта штука мешала снять. Поэтому желательно их тоже сразу вынить. Все, добрались до наших ТЭНов. Внешне вроде бы все хорошо. Ничего не сгорело. Предохранитель целый. Перед тем, как будем снимать ТЭНы и промывать бак, необходимо снять электронику, чтобы ее не намочить. В одном из ТЭНов установлено два таких вот датчика температуры, для того, чтобы не было перегрева. Перед тем, как что-то раскручивать, желательно все это дело пофотографировать, чтобы обратно собрать. После того, как сняли всю электронику, вот она, можно раскручивать четыре гайки и добираться до наших ТЭН. Выкрутил гайки. Момент истины. Снимаем наши ТЭНы. Вот тут, как и ожидалось, красота. Анода уже нет. Ну, здесь просто красота. Я бы не сказал бы, что состояние бойлера плохое. Промыл наши ТЭНы. Визуально кажутся вроде бы целыми. Но может вот это зеленое окисление. И есть причина тому, что выбивал дифавтомат. То есть пробивало электричество на воду. И бойлер не включался. Немножко поближе рассмотрим. Одна из наших купленных ТЭН немножечко больше, чем старая. Надеюсь, проблем с этим не возникнет. А маленькая у нас точно такая же. Промыл бойлер. Накид всю вымыл. Можно приступать к сборке. Вот что вымылось с нашего бойлера. Много, но не так и критично. Устанавливать новые ТЭНы лучше всего, когда бойлер перевернутый вертикально вверх ногами. Установил новые ТЭНы. Собрал бойлер в обратном порядке. Установил его на место. Подключил. Давайте включим дифавтомат. Включим питание нашего бойлера. Дабл пауэр. Дифавтомат не выбивает. Значит, проблема была в ТЭНах. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Если хоть как-то было полезно, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok